Мы продолжаем рассказ о событиях 1812 года в рубрике «Вятские война и мир». Сегодня речь пойдет о вятском народном ополчении. Как вятские солдаты спасли в Европе уникальные произведения архитектуры и искусства, и как в рядах ополчения оказались представители знаменитого рода Воснецовых. Об этом в материале Алексея Фоминых. За великое поставляю счастье, пролить кровь мою на ратном поле. Мне 17-й год, но рука моя крепка, и оружие не выпадет из оной. Писал в прошении об отправке в ополчение урожения Слободского уезда Петр Смолин. Таков был настрой каждого жителя Вятской губернии в 1812 году. Вот тебе и Кутузов. Сказывал, что более отступать не будем. А это что? Сказывали тебе, что это не отступление, а позиции для батареи ищем. Мне что можно без позиции батареи давать. Противник превосходил русскую армию числом и быстро продвигался по российской территории. В этой отчаянной ситуации император Александр I решился на необычный шаг. Он издал манифест, призывающий все сословия и состояние к единодушному и общему содействию против врага. Так появилось первое в истории России народное ополчение, и была одобрена партизанская война. Жители Вятской губернии с тревогой следили за разворачивающимися событиями. И, конечно, многие решили, как говорят документы по воспоминаниям, я могу даже немножко процитировать, защищать Отечество до последней капли крови. А если уже и к селениям будет приближаться неприятель, то все они, кто может, пойдут с какими-нибудь орудиями для поражения супостата. Народные полки формировались в двух городах – Вятке и Уржуме. В ополчение принимались мужчины от 17 до 45 лет, здоровые и пригодные к службе. Обмундирование ополченца составляли армяк и шаровары серого сукна, кожаный ремень с патронташем на 20 патронов и суконная шапка с латунным крестом и вензелем императора. Вооружение же было очень скромным. Для пехотинца – пика и ружье со штыком, для конного воина – пика, сабля и пистолет. В Краеведческом музее Кировской области сохранились уникальные экземпляры оружия той эпохи. Тяжелые, гладкоствольные, долго перезаряжаются. Вятские ополченцы не очень доверяли такому огнестрельному оружию. Они предпочитали пики в рукопашной схватке. Малые народности, населявшие Вятскую губернию – Удмурты, Мари, Татары, также принимали активное участие в борьбе с наполеоновской армией. Сохранились свидетельства о вступлении добровольцами в Вятское народное ополчение татар, живших в губернии. А в городе Сарапуле записались добровольцами шесть человек. Среди них Абдул-Вакид Сейфуллин и Петр Курбатов. Так ополчение становилось действительно всенародным. Большой отклик данное повеление Александра I, то есть о призыве всех сословий, объединиться и дать отпор врагу, нашло в сердцах духовенства и учеников семинарии. Особенно много документов сохранилось по Аналинскому округу. Здесь представлена клировая ведомость на 1814 год, где указано, что Алексей Веснецов, бывший причетник, служил в ополчении. После ополчения он вернулся домой, в село Кстинино, откуда и уходил в ополчение. Вятским ополченцам не пришлось сражаться с наполеоновскими войсками на своей родной земле. Когда народная армия выдвинулась в путь, Бородинская битва уже состоялась. Французов гнали за пределы русской земли. Вятским воинам довелось воевать на территории Западной Европы. В октябре 1813 года ополчение принимало участие в блокаде Дрездена. Наполеон считал этот город основным пунктом для противодействия неприятелю. Хотя вооружение ополченцев во многом уступало оснащению французских солдат, западные историки отмечали, выказав врожденную им храбрость, русские сражались упорно. Русские солдаты как раз охраняли город от разрушения, в первую очередь. И знаменитая Дрезденская галерея, которая тогда была сформирована, в том числе и с Текстинской Мадонны Рафаэля, как раз она находилась под охраной в том числе и вятских ополченцев. То есть город был сохранен от возможного грабежа со стороны французских мародер. Из документов нам известно, что в списках воюющих, среди прочих, значился и Петр Смолин из Слободского уезда. Значит, сбылась мечта 17-летнего юноши защищать свое отечество с оружием в руках. Сегодня в фондах музея есть экспонаты без легенды. Их происхождение не ясно. Одна из таких загадок – вот эта офицерская сабля. Клинок начала 19 века, Германия. Возможно, именно этот клинок стал трофеем вятских ополченцев. Судьба ополченцев сложилась по-разному. Кто-то вернулся к своему обычному ремеслу, некоторые были зачислены в рекруты и домой не вернулись. Бывших ополченцев охотно брали на службу в полицию. Попасть туда считалось за особую честь. Многие, вернувшись домой, получили повышение по службе. В том числе и один из предков художников Васнецовых – Алексей Васнецов. Алексей Фоминых, Андрей Никулин, Валерий Никулин. Вести. Кировская область.